11 сентября 2013 года был вынесен обвинительный приговор в отношении техникосмотрителя одной из управляющих компаний нашего города по статье 118 части 2 уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно приговору, лицо было признано виновным в том, что в нарушении установленных норм и правил по эксплуатации жилищного фонда при выполнении своих профессиональных обязанностей, оно провело преступную неосторожность, вследствие чего был причинен тяжкий вред здоровью. Техник-смотритель обвиняется в том, что весной при уборке крыш домов от льда и снега она не предприняла своевременных мер по очистке наледи с крыши дома 12 по улице Кутузова, вследствие чего ледяная глыба упала на пятилетнего ребенка. По приговору суда назначено наказание в виде одного года в шести месяцев ограничения свободы с возложением определенных ограничений, также суд назначил еще и дополнительное наказание в виде шести месяцев лишения права занимать должности, связанные с эксплуатацией жилищного фонда. В суде свою вину обвиняемая не признала. Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть установленный законом срок, чтобы обжаловать решение суда. Напомним, что случай произошел вечером 14 апреля. На ребенка с крыши дома упала ледяная глыба. Врачи диагностировали у пятилетнего Романа тяжелый перелом бедра и травматический шок. Больше месяца мальчик находился в хирургическом отделении городской больницы. Затем он был переведен в областную клинику. Теперь, по словам мамы Оксаны Муженко, его состояние хорошее, но лечение продолжается до сих пор. Роман чувствует себя в принципе нормально. Ничего, ребенок есть ребенок. Он вроде бы в клинику свое обратно вошел, такой же бодрый и активный стал. Единственное, что, конечно, из-за ноги уже не прыгает. Единственное, что, конечно, он уже вымотан этими разработками всем. Это уже тяжело для него становится. Он уже устает очень сильно. С приговором родители пострадавшего мальчика согласны. Но как только Роман окончательно выздоровеет и будет нормально ходить, они намерены подать на управляющую компанию в суд о возмещении морального вреда.